Одежда для ведущих предоставлена магазином Монтон. Больше 40 ДТП. Отсутствие электричества в домах – и это еще не все сюрпризы, которым синоптики готовили калининградцев еще с прошлой недели. Очередная потеря зоопарка. Не стало бегемота Тофи. По данному факту идет служебная проверка. Калининградцы будут спать на час больше. Перевод стрелок на зимнее время все же одобрили. Но с какого момента? Три колодца, тайну которых до сих пор не могут разгадать историки. На пятом форте открылась загадочная выставка находок. В Калининграде к крещению начинают готовить купели, где можно будет окунуться в этот светлый праздник. Здравствуйте! Вы смотрите службу новостей «Город» в студии Виолетта Гришина. Корреспонденты нашего телеканала подготовили важную информацию о событиях прошедшей недели. Ну а теперь к главной теме выпуска. 11 тысяч человек на этой неделе остались без света. Больше 40 ДТП произошло на дорогах города. Понедельник действительно стал тяжелым для многих калининградцев. Причиной всему стал обрушившийся на область снегопад. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, а в МЧС объявили штормовое предупреждение. Анастасия Данникова напомнит о последствиях подробнее. И количество таких дорожно-транспортных происшествий по городу увеличивалось с каждым часом. Только за 15 минут наша съемочная группа зафиксировала на камеру 2 ДТП. К полудне число аварий увеличилось в десятки раз. Всему виной выпавший ночью снег и мороз. Только за первую половину дня произошло 40 ДТП. Больше половины которых произошло по вине водителей, которые не переобулись на зимнюю резину. В связи с чем ГИБДД убедительно просит еще раз переобуть тех водителей, у которых летняя резина на зимнюю и не соблюдать скоростной режим. Из-за многочисленных аварий на дорогах город превратился в одну сплошную пробку. Заторы образовывались не только на главных магистралях города, где это уже привычное дело, но и в самых неожиданных местах. Так, по велению природы, работавшей на монтажных мастерских, сегодня значительно прибавилось. Из-за мягкой зимы многие автомобилисты до сих пор не решались сменить летнюю резину. Народ начал перебываться уже с октября. То есть октябрь, ноябрь, декабрь мы всех перебывали. Сейчас, да, приезжают уже последние люди, которые не переобулись. В тот период, когда снега не было, снег выпал. Естественно, для последних уже машин это сигнал, чтобы поставить резину. Но не только дорожно-транспортными происшествиями запомнилась эта ночь калининградцам. Из-за сильного ветра, порывы которого достигали 25 метров в секунду, остались без света 11,5 тысяч человек в Мамоновском, Гуревском и Гвардейском районах. Но там восстановить подачу электроэнергии удалось за несколько часов. Дольше всех пришлось ждать Зеленоградскому. В заболоченной местности сложнее было найти место обрыва. На данный час включено все, но, возможно, какие-то мелкие, маленькие обращения по районам. Всего у нас работало в эту ночь 12 аварийно-восстановительных бригад, 16 единиц техники, 48 человек личного состава. Сейчас аварийные бригады готовы к устранению единичных случаев прекращения подачи электроэнергии. Уже в эту среду для пешеходов и для водителей дорожные испытания возобновятся. Температура воздуха ночью опустится до минус 5-10 градусов, днем до минус 1-6. Также синоптики прогнозируют снег. Поэтому у тех, кто не успел переобуть летнюю резину, есть время подготовиться. Анастасия Данникова, Дмитрий Казаков, Служба новостей, город. Еще в начале недели в Калининграде начали готовиться к священным купаниям. Они пройдут в ночь с 18 на 19 января. Для многих эта дата связана не только с молитвами и торжественным богослужением. Одна из старейших традиций этой ночи – окунаться в озера и реки. Как правильно подготовиться к крещенскому купанию, чтобы не заболеть, смотрите в следующем материале выпуска. В этом году многие калининградцы уже по традиции в крещенскую ночь отправятся не на озеро, а в храм. Прямо в здании прихода преподобного Сергия Радонежского установлена деревянная купель. В субботу и воскресенье с 8 вечера и до 2 утра здесь можно будет с головой окунуться в чашу с освященной водой. Будут заходить женщины тоже с детьми. Значит, тут уже у нас женщины, которые несут послушание, помогут им искупаться в купеле. С головой можно будет окунуться. После этого опять мужчины. Вода иногда будет меняться, но это все та же освященная крещенская вода. Но согреваться мы будем молитвой, а вода будет совершенно холодной. Это я гарантирую. Самых маленьких можно будет искупать вот в таких тазах. А после всех пришедших ждет горячий чай с баранками. Хотя, по мнению представителей церкви, такие крещенские купания скорее народная традиция, чем христианская. И не имеют к богослужению никакого отношения. Люди обычно далекие от церкви. Но считающие себя при этом христианами, они думают, что стоит окунуться в эту купель крещенскую, если грехи простятся. Это полная чушь, заблуждение абсолютнейшее. Потому что грехи прощаются только через покаяние лично перед Богом. Но главное, чтобы этим не обманывать себя, что все окунулся, теперь святой праведный стал. Можно дальше жить, как хочу. Тем не менее, священники каждый год помогают организовывать такие купания. На прошлое крещение окунуться в водоема пришло около пяти тысяч человек. На всех официально разрешенных для купания реках и озерах всю ночь будут дежурить сотрудники МЧС и медики. Озеро Шенфлис – одно из мест, где ежегодно устраиваются массовые купания. Вечером 19 января на берегу установят палатки с горячим чаем и обогревателями. И хотя традиционно считается, что заболеть в крещенскую ночь невозможно, врачи все-таки рекомендуют полностью отказаться от алкоголя и не находиться в воде дольше пяти минут. Всего по Калининграду около 20 организованных мест для купания. Кроме озера Шенфлис и Поплавок, что рядом с поселком Космодемьянского, оборудуют раздевалками и печками карьер в Янтарном, побережье Балтийска, Зеленоградска и другие места. Кстати, в эту ночь синоптики прогнозируют настоящие морозы – до минус 13 градусов. Ирина Зубарева, Екатерина Калиниченко, служба новостей «Город». Калининградцам наконец-то удастся выспаться. Российские власти решили все-таки вернуть зимнее время. Ждать осталось недолго – до окончания Олимпийских игр. Перевести стрелки раньше не получится. Под Олимпиаду уже заключены рекламные контракты. А время всех трансляций давно расписано. Когда именно можно будет вставать на работу не в сумерках, а с утренним солнцем, пока не уточняется. Точную дату перевода стрелок на час вперед объявят после окончания игр. Отметим, Россия живет по летнему времени с 2011 года. Несмотря на несогласия многих россиян, экспертов и чиновников, ранее Верховный суд отказывался давать дополнительный час. И к другим темам. В зоопарке в начале недели началось служебное расследование гибели карликово-бегемота Тофи. Ветеринары боролись за жизнь 27-летнего животного несколько суток, но спасти его не удалось. В следующем году к нему должны были поселить самку из кауноса. И чтобы паре жилось комфортно, в вольерах затеяли ремонт. А бегемота на время подселили к более крупным сородичам. Там-то и произошел несчастный случай. По словам ветеринаров, жизни ничто не угрожало. В таком же загоне карликовый бегемот прожил не один год. Мне очень жаль, что это произошло. Сейчас идет служебное расследование. И если была допущена ошибка персонала, какая-либо, не вовремя проверены решетки, что-то сделано не так, ну, комфортно, конечно, будут очень строго наказаны. Хотя я понимаю, что этим животное не вернешь. Сейчас в зоопарке идет служебное расследование. Журналистов на территорию не пускают. Предстоит выяснить, была ли допущена ошибка по вине персонала. Напомним, не так давно в зоопарке умерла долгожительница жирафиха Ида. По естественным причинам. Праздничной датой на неделе стал понедельник, 13 января. День российской печати отметили работники типографии газет и журналов. Больше 300 лет тому назад в России вышло в свет первое издание ведомостей. Сейчас насчитывается около 100 тысяч печатных интернет-СМИ. Наша съемочная группа проследила печатную историю Калининграда от первых послевоенных газет до современных журналов. Ира Зубарева узнала, как менялось производство и интересы читателей. Эти страницы пожелтели не от плохого содержания газеты, а от старости. Им уже почти 70 лет. 9 декабря 1946 года впервые вышла «Калининградская правда». Первая и самая авторитетная в те времена издание области. На портрете Сталина даже сохранились редакторские пометки. Сколько и кому заплатить за работу. Советская газета – главный летописец истории. По ней можно даже восстанавливать исторические факты. Газета – печатный орган Калининградского райкома партии. То есть сейчас мы даже такого района, как Калининградский, не знаем. Он был реорганизован, в 1959 году разделился на Багратионовский и Гвардейский. А газеты «Коммунар» за самого начала, по 1959 год, в архиве сохранились. Политические доклады и фотографии главных лиц страны. Так выглядели самые первые газеты. Их основная задача – восстановить бывший Кёнигсберг после войны. По сравнению с ними, калининградский комсомолец выглядит вполне демократичной и даже неформальной газетой. Здесь есть кроссворды и ребусы, детские сочинения и письма читателей. А вот это совершенно уникальное издание. «Нойцайт» или «Новая жизнь». Как ни странно, это советская газета, предназначенная для оставшихся в Калининграде немцев. Правда, век ее оказался коротким. В 1948 году вышел последний номер. Такие ценные экземпляры нуждаются в особом уходе. Их хранят в архивах при постоянной температуре и влажности. Здесь даже установлен специальный осушитель воздуха. В архиве есть своя реставрационная лаборатория. Здесь подшивают и восстанавливают газеты специальной японской бумагой. Спустя десятилетия цвет, размеры и тираж уже не проблема для издателей. Ежедневно на типографиях печатают сотни тысяч газет и журналов. Если раньше на это уходило по несколько дней, то сейчас полностью подготовить и выпустить в свет любой тираж можно за пару часов. И даже интернет СМИ не могут составить конкуренции, считают издатели. А интернет он, как говорится, увидел и больше не увидел. Или потом долго искать его. А здесь, если, например, районная газетка и надо продать кабанчика, то ты сразу увидишь цену и где этот кабанчик находится. Тем не менее, большинство газет все же обзавелись своими интернет-страницами. Но есть и те, кто упорно не желает изменять традициям и по-прежнему печатается только в черно-белом варианте. Ирина Зубарева, Екатерина Калиниченко, Служба новостей город. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после которой вы увидите. Жители поселка Волочаевская вышли на митинг. В своих болезнях они винят местное предприятие. Как стать мечтой миллионов мужчин? Калининградка с легкостью завоевала титул Мисс Спорт, а теперь намерена и титул Мисс Россия. Три колодца, тайну которых до сих пор не могут разгадать историки. На пятом форте открылась загадочная выставка находок. Ну а эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. Вы смотрите Служба новостей город в студии Виолетта Гришина. И мы продолжаем. Рак, поражение дыхательных путей, бронхит, астма – и это еще не все болячки, названия которых жители поселка Волочаевская выкрикивали на митинге. В болезнях местное население винит работающий по соседству завод Содружество СОЯ. По их словам, предприятие наносит глобальный экологический ущерб. Наш корреспондент Кристина Булыцына вместе с экспертами организации «Зеленый фронт» встретилась с митингующими и узнала, есть ли угрозы для здоровья людей. У меня заболевание крови и страшная аллергия. О своих болезнях пенсионерка Галина Михайловна может долго разговаривать, как о нежелательном соседе заводе Содружества СОЯ. Именно предприятие она винит в своем плохом здоровье. Сегодня вместе с десятками жителей поселка она вышла на митинг. Вообще ужасно пахнет. Окна вообще невозможно открыть. И шумит по ночам очень сильно. Дети маленькие, вообще даже не погулять с ними. Сегодня едкий дым из трубзавода не такой сильный. Но, как утверждают жители, еще не вечер. Именно ночью, по их словам, предприятие начинает работать в полную силу. Запах, конечно, страшный, но они хитрые. Или по выходным, или утром рада. А вот в такое время, видите, сегодня запаха нет. По ночам? Во-первых, еще ветер, конечно, не в нашу сторону. Днем бывает, но редко. В основном выходные, праздники, и ночью, и утром рада, в 6 часов. Несколько раз в поселок приезжали местные депутаты. Но, по словам жителей, это ни к чему не привело. Запах и шум остались. В этот раз на помощь приехали представители экологической организации. Сейчас необходимо, и вот сзади меня люди собираются принять резолюцию, обращение по итогам вот этого собрания, для того, чтобы надзорные органы провели проверку и установили, я вот буду настаивать на том, чтобы установили, есть ли у предприятия разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. И второе, есть ли у них соответствующий фильтр, который снижает негативное воздействие при выбросе вредных веществ в атмосферу. Работники предприятия утверждают, вреда экологии нет. Ведь в прошлом году в поселке брали пробу воздуха. У нас есть все разрешения, необходимые. Мы не только в ситуацию, регулярно на предмет выбросов, окружающихся в регионах, нет шумовой нагрузки нашего предприятия. Все делаем в соответствии с имманатом Российской Федерации. Сейчас жители собрали больше 600 подписей с просьбой провести проверку и спасти поселок от экологической катастрофы. По словам представителей Зеленого фронта, в течение двух дней они подготовят соответствующие документы и обратятся в Роспотребнадзор и в другие организации. После чего здесь должны еще раз взять пробы воздуха и сообщить, есть ли какие-то нарушения. Кристина Булыцына, Дмитрий Казаков, служба новостей, город. Калининградка Анна Лешко завоевала титул «Мисс Спорт» и уже примеряет на себя новый титул «Мисс Россия». Калининградка может стать реальной участницей всероссийского конкурса. Как обычному инженеру удалось покорить тысячи мужских сердец, смотрите в нашем следующем материале выпуска. Несколько месяцев назад на сайте конкурса «Мисс Россия» Аня заполнила анкету. Номинацию «Спорт» выбрала наугад и не промахнулась. За нее проголосовало больше трех тысяч человек. Получив титул, Анна начала готовиться к поездке в столицу на первый отборочный тур конкурса «Мисс Россия». Уверена, что именно я смогу с честью и достоинством представить Калининградскую область на конкурсе. Весь то, как не я, достоин быть «Мисс Россия». Аня с детства привыкла быть лидером во всем. Ее первое образование – инженер-автомеханик. На потоке она была единственной девушкой среди студентов. Сейчас она с легкостью различит битую машину от машины-утопленника. Работаю по специальности. Я занимаюсь автомобилями уже на протяжении трех лет. Да, я действительно езжу в Германию и привожу автомобили. В 18 лет она впервые участвовала в конкурсе красоты среди студенток БГА. И считает этот возраст самым оптимальным для начала карьеры модели. А вот конкурсом красоты среди детей Аня настроена негативно. Свою дочку отдадите в модельный бизнес? В спортивном зале она проводит все свободное время. Аня знает, как держать свое тело в тонусе. Свою тренировку я начинаю именно с кардио-упражнений. Я предпочитаю беговую дорожку. Провожу на ней примерно полчаса времени. Но не бегаю, а именно хожу. Все-таки бег вреден в закрытом помещении. Лучше это делать на улице. Сейчас судьба Ани зависит от жюри. На поездку в Москву претендуют еще две калининградки. Та, которая посчастливится попасть на этот конкурс, проведет в столице три недели. Главный приз конкурса 100 тысяч евро. И, конечно же, приятная тяжесть на голове. Корона из белого золота, инкрустированная бриллиантами и жемчугом. Дарья Веклич, Мария Калинина, Георгий Моторин. Служба новостей город. Несколько месяцев назад на сайте конкурса Мисс Россия Аня заполнила анкету. Номинацию «Спорт» выбрала наугад и не промахнулась. За нее проголосовало больше трех тысяч человек. Получив титул, Анна начала готовиться к поездке в столицу на первый отборочный тур конкурса Мисс Россия. Уверена, что именно я смогу с честью и достоинством представить Калининградскую область на конкурсе. Весь то, как не я, достоин быть Мисс Россия. Аня с детства привыкла быть лидером во всем. Ее первое образование – инженер-автомеханик. На потоке она была единственной девушкой среди студентов. Сейчас она с легкостью различит битую машину от машины-утопленника. Работаю по специальности. Я занимаюсь автомобилями уже на протяжении трех лет. Да, я действительно езжу в Германию и привожу автомобили. В 18 лет она впервые участвовала в конкурсе красоты среди студенток БГА. И считает этот возраст самым оптимальным для начала карьеры модели. А вот конкурсом красоты среди детей Аня настроена негативно. Свою дочку отдадите в модельный бизнес? В спортивном зале она проводит все свободное время. Аня знает, как держать свое тело в тонусе. Мою тренировку я начинаю именно с кардио-упражнений. Я предпочитаю беговую дорожку. Провожу на ней примерно полчаса времени. Но не бегаю, а именно хожу. Все-таки бег вреден в закрытом помещении. Лучше это делать на улице. Сейчас судьба Ани зависит от жюри. На поездку в Москву претендуют еще две калининградки. Та, которая посчастливится попасть на этот конкурс, проведет в столице три недели. Главный приз конкурса – 100 тысяч евро. И, конечно же, приятная тяжесть на голове. Корона из белого золота, инкрустированная бриллиантами и жемчугом. Дарья Веклич, Мария Калинина, Георгий Моторин. Служба новостей «Город». А на этом все. Если у вас есть интересные новости и вы хотите стать народным корреспондентом Первого городского, звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. И я напоминаю, что все новости выпуска вы можете увидеть на нашем официальном сайте. Ну а с вами была Виолетта Гришина. Всего доброго и увидимся на Первом городском. Одежда для ведущих предоставлена магазином «Монтан».